Здравствуйте, уважаемые зрители! Известно, что в наземном наступлении особая роль придается легкой бронетехнике. Именно она следует с танками или за танками, прикрывая их, когда те прорывают позиции противника. А порой очень часто наступление может вестись и даже без наличия танков. И давайте посмотрим, что имеется в арсеналах украинской армии и российской, а также к чему привела российско-украинская война обе стороны. Начнем мы с того, что на момент начала полномасштабного российского вторжения в Украину основным вооружением обеих стран было, как правило, советская техника, советские боевые бронированные машины. Они были как на вооружении армии, так и имелись на складах и базах хранения. Здесь особо нужно выделить из боевых машин пехоты страны обладали значительным количеством БМП-1 и БМП-2. По бронетранспортерам широко применялись БТР-70 и БТР-80. Были также боевые машины десанта БМП-1 и БМП-2, а также широкая номенклатура бронемашин на базе МТЛ-Б, мотовых. Также были и разведывательные, боевые разведывательно-дозорные машины БРДМ и многие-многие другие советские легкие бронемашины различного класса. Но указанные ранее нами, это наверное самые массовые, что использовались. Нужно сказать, что во всех этих бронемашинах все как было по-советски, так приблизительно и осталось. То есть никакой компьютеризацией там и не пахло. Или современными системами управления огнем, к примеру. Это были просто старенькие бронемашины на ходу и способные стрелять и выполнять поставленные задачи на том уровне, на котором они были созданы. То есть в силу своих возможностей. Поэтому в этом плане как украинская, так и российская армии были приблизительно равны по техническому оснащению. А вот по инновациям уже существенно различались. Точно так же, как и по количеству бронемашин. Ведь Россия имела больше складов с подобным советским металлоломом. Однако который требовал времени на ремонт. Вот к примеру база хранения танков и бронетехники в целом на Дальнем Востоке Российской Федерации. Как видим, кроме танков там хранились и боевые машины пехоты и другая бронетехника. Естественно использовать такие было невозможно. Им нужен длительный ремонт и капиталка. И тот тем машинам, которые еще не проржавели полностью. И были годны к этой капиталке. Поэтому Россия стала производить БМП и ремонтировать те, которые еще подлежали ремонту. А Украина стала получать их от Запада. Так что ситуация стала в корне меняться в пользу Украины. Так как западные БМП оказались реально чуть ли не на порядок, а возможно и на порядок лучше советских и российских в целом. Например, самой передовой для России БМП, которой оснащается российская армия, являлась советская БМП-3. Которая начала оснащаться еще советская армия в 1987 году. С тех пор НОВА на России так ничего и не придумали. А по накатанной производят эту советскую бронемашину. Нужно сказать, что она имелась и в Украине. Как наследие от СССР, так и в виде трофейных бронемашин, полученных при разгроме российской армии. Вот, например, некоторые из них на фото. Это говорит о том, что украинцам есть с чем сравнить. Ведь на вооружение украинской армии начали поступать передовые образцы западных бронемашин. Что подтвердило их крайне высокое превосходство над советскими и российскими. Конечно же, одной из первых в массовом порядке в Украину прибыла легендарная БМП «Брэдли» производства США. Именно та, которая по итогам войны в Ираке получила прозвище «Уничтожителя танков». Это именно та БМП, которая безнаказанно уничтожала советские Т-72 в Ираке. Эти БМП имели противотанковый ракетный комплекс и тепловизоры. Поэтому в ночных условиях или же под прикрытием песчаных бурь подбирались незамеченными на дистанцию выстрела из противотанкового ракетного комплекса и поражали советские Т-72 своими противотанковыми управляемыми ракетами. И в этой ситуации Т-72 ничего не могли поделать, ведь они не имели хороших на то время приборов ночного видения. Вот так американское техническое превосходство над советской техникой предопределило итоги войны в Ираке. Такая же ситуация сейчас наблюдается и в Украине, где эти модернизированные БМП поступили на вооружение украинской армии. А российская армия по-прежнему осталась вооружена советской техникой. Новых танков с тепловизорами на России стало очень мало, ведь основная их часть была уничтожена в первых фазах российско-украинской войны. Теперь тепловизоров не хватает для этих основных танков. Да что говорить, если даже самих основных танков уже на России не хватает для армии. Поэтому в ход пошли танки средние Т-62, Т-55 и Т-54, снятые с хранения, что мы детально разобрали в наших прошлых сериях видеообзора о неизбежном поражении России в российско-украинской войне. То есть ситуация для Российской Федерации с каждым днем войны становилась все хуже и хуже в техническом плане оснащения армии, в том числе. Ведь с каждым днем войны в российской армии доля основных боевых танков стала снижаться, а доля средних, древних танков стала расти. А в Украине, наоборот, постоянно стали поступать все большее количество новых танков и БМП, и вообще бронетехники западных стран. Например, БМП Брэдли оказалась невероятно живучей и эффективной, а российская БМП там рядом даже не стоит. О чем в конце этого видеообзора мы узнаем из интервью украинских военных, которые ранее воевали на советских и российских БМП, а потом перешли на использование западных БМП Брэдли. Узнаем, чем эти бронемашины отличаются и в чем между ними разница. А пока продолжим технический анализ и разбор вооружения и защищенности этих БМП. БМП Брэдли начало производиться в 1980-х годах. С тех пор по мере использования она перетерпела множество доработок, переработок и модернизаций. Современная БМП Брэдли – это мощная боевая машина пехоты с полностью автоматизированной, компьютеризированной системой управления вооружением. Основным орудием является пушка Бушмастер калибром 25 мм, спаренный пулемет 7,62 мм, противотанковые управляемые ракеты и по желанию возможна установка автоматического гранатомета. Имеется место для установки шести съемных автоматов. Естественно, на бронемашине имеются мощные прицельные наблюдательные комплексы с тепловизорами. Прицел-наводчик эффективно работает на дистанцию в 10 000 метров. Пакет ракет, как правило, включает 2 или 4 пусковых установки. Используются ракеты ТОУ-1 и ТОУ-2. Вооружение БМП-3 российское намного более солидное. Пушка калибром 100 мм и спаренная с ней 30 мм пушка противотанковые управляемые ракеты. Имеется также спаренный с пушками пулемет 7,62 мм и два курсовых пулемета такого же калибра. Но управлять всем этим оказалось гораздо труднее, потому что система управления огнем не оцифрована. То есть не компьютеризована. И все действия происходят практически в полуавтоматическом режиме. То есть в полуручном режиме. При этом на территории Российской Федерации были разработаны и варианты этой БМП с оцифрованной системой управления огнем. То есть там, где всем руководит наводчик с помощью джойстика и видеопанели. Остальное боевой модуль с вооружением делает сам. Автоматически. И поправки, и наводку, и так далее. Но таких машин оказались единицы. И то в основном для экспорта. Нужно сказать, что тепловизор для этих машин также был только в ряде зарубежных заказов. Где страны устанавливали французские прицельные комплексы. Так что большинство машин на вооружении Российской Армии и на хранении оказались без тепловизоров. В 2017 году в Российской Федерации начали появляться боевые модули с наличием тепловизоров. Сколько в России удалось модернизировать таких машин с их использованием точно неизвестно. Но эта БМП после применения ее Российской Армии в Украине начиная с 2014 года перетерпела ряд изменений. Оказалось, что напихать кучу разного вооружения в бронемашину без компьютеризированной системы управления огнем не означает поднятие ее боевых возможностей. А скорее наоборот. Снижение боевых возможностей. И после применения ее в Украине стало понятно, что машину нужно сильно переделать, она не подходит для войны. Именно с 2015 года начались кардинальные изменения машины, которые коснулись потом новых машин, а уже выпущенные версии остались на прежнем уровне. Итак, самое интересное. Хотя благодаря 100-мм пушке БМП-3 представляет большую опасность для бронированных машин и укрепленных позиций пехоты, чем БМП-2 с пушкой калибром 30 мм, столь значительной орудие является причиной ряда недостатков машины. Чтобы разместить, например, это орудие в машине, десантный отсек был сокращен на два места. К тому же спешиваться десант должен через люк в крыше, что существенно менее безопасно, чем выход с задней рампы. Боеприпасы от 100-мм орудия существенно сокращают вероятность выживания экипажа и десанта внутри БМП-3 в случае пробития брони. Кроме того, отмечается низкая скорострельность 100-мм пушки. Защита машины также существенно уступает западным аналогам. В частности, эксперты Руси из недостатков отмечают отсутствие композитной брони по бокам уровня, имеющегося на боевых машинах западных БМП, а также отсутствие противоминной защиты. Военный аналитик Джек Уотлинг считает, что 30-мм пушка БМП-2 в условиях вторжения России в Украину показала достаточную огневую мощь для ближнего боя. При этом, по оценкам военного аналитика Генри Шлотмана, экспортная стоимость БМП-3 составляет 1 миллион 100 тысяч долларов США, тогда как БМП-2 всего 300 тысяч долларов. По результатам применения российских БМП в Украине, Министерство обороны Российской Федерации предложило Курганмашзаводу рассмотреть возобновление выпуска БМП более раннего поколения. А также сам Курганмашзавод начал работу над новой модификацией БМП-3М Ману без 100-мм пушки и возможности преодолевать препятствия вплавь, но с увеличением десантного отсека и усиленной броней. То есть, как видим, война показала, что подобным машинам требуется более вместительное десантное отделение. Ведь перевозить 5 человек десанта в корме этого явно мало для такой БМП. К тому же вес машины слишком увеличен из-за наличия 100-мм пушки и ее боезапаса. Это не позволяло усилить броню. То есть, попросту говоря, в боевых условиях оказалось, что БМП-3 имеет очень низкую выживаемость. Броня легко прошивалась и поражалась в первую очередь боеукладка 100-мм снарядов в механизме заряжания, что приводило к детонации боекомплекта со всеми вытекающими для экипажа и десанта последствиями. Нужно сказать, что в результате полномасштабного вторжения вся эта ситуация подтвердилась. Вооруженные силы Украины били артиллерией по наступающим колонам российской техники. При этом осколки от разорванных рядом боеприпасов с легкостью прошивали тонкую алюминиевую броню по бортам машины и поражали боеукладку 100-мм снарядов. Как результат детонация и мощный взрыв, который буквально выворачивал эту машину наизнанку. На данном канале есть видео о выставке в Киеве на Крещатике уничтоженной российской техники, которой российская армия наступала на Киев. Там есть и такие уничтоженные БМП-3, а порой просто показано, что от них осталось после детонации боекомплекта. Так что эта 100-мм пушка резко снизила выживаемость машин. Ведь с пушками калибром 30 мм такого не наблюдалось. В общем, суть заключалась еще в том, что БМП не могла быстро подниматься и атаковать в том числе, например, беспилотники. Потому что поднять одновременно 100-мм пушку, испаренную с ней 30-мм пушку, это очень долго. Однако 30-мм пушка более легкая, и поэтому ее поднять и навести по уровням вертикальной наводки и горизонтальным намного оказалось быстрее, чем поворачивать всю башню с дополнительной еще 100-мм пушкой. Поэтому противовоздушная оборона у этой БМП оказалась тоже очень низкой, а все из-за наличия этой 100-мм пушки. Поэтому российские оборонщики по итогам войны, начатой еще с Украины в 2014 году, подтвердили тот факт, что эти БМП оказались не имеют низкую эффективность в условиях современного боя. Все это проявилось еще в российско-украинской войне, начиная с 2014 года. И тогда российские оружейники отказались от этой 100-мм пушки и перешли на использование только пушек калибром 30 мм. Но таких машин практически не успели произвести, и сколько их поставлено было в армию неизвестно, но известно, что это было очень ограниченное количество. Ну и как становится понятным, в БМП-3М было перекомпоновано десантное отделение. Из его кормовой части снизу убрали двигатель и поставили его спереди. Так удалось установить кормовую аппарель. Также спереди двигатель стал дополнительной защитой экипажей десанта с фронтальной стороны. Но таких БМП, как мы уже сказали ранее, в армию почти не поступало. И основной лошадкой российской армии были стандартные БМП-3 со 100-мм пушкой в ранней компоновке. Теперь смотрим на броню. Верхний фронтальный лист это 18 мм стали. И все. Средняя часть лба это где-то вот это место. Как раз самое подверженное попаданию. И угол наклона тут минимальный. Значит тут верхний лист 10 мм стали. Потом воздушный зазор 70 мм и снова лист стали толщиной 12 мм. А потом плюс 60 мм алюминиевая плита. То есть в сумме имеем 22 мм стали и 60 мм алюминия. А нижний лист вот тут. Имеет бронирование в виде 10 мм стального листа. А потом 70 мм воздушная прослойка и 60 мм алюминиевая плита. То есть нет еще 12 мм стального листа как в средней части. То есть на самом деле сам корпус средней и нижней лобовой детали отличается в бронировании всего в 2 мм стали. В средней части стальной лист имеет толщину 12 мм. А в нижней части он уменьшен до 10 мм толщины. Все остальное идентично. Но в средней части есть еще вот такой вот дополнительный стальной лист толщиной 10 мм. Это не сам корпус. Дело в том, чтобы бронемашину не заливало сверху водой от волн. Когда она преодолевает водную преграду, у нее спереди установили водоотталкивающий отражатель. По сути стальной щиток для отражения волн. Вот как он выглядит в разложенном состоянии. Его толщина как раз 10 мм стали. Когда он не нужен, он складывается к основной броне, сохраняя зазор в 70 мм. Воздушная прослойка получается. Между броней, основной и щитком. Очень часто на бронемашинах, ввиду их обстрела или других повреждений, такой щиток вообще отсутствует. Его, например, оторвало. Вот как раз одна из таких машин. Так что по сути броня фронтальной части БМП-3 это плотно уложенные друг к другу алюминиевая плита и стальная. Борта этой БМП защищены намного слабее. В верхней части, вот здесь, имеется плита алюминия толщиной 60 мм. А в нижней части, вот тут, как раз самой большой, имеется всего лишь 43 мм алюминия. То есть, как видим, алюминий относительно стали очень мягкий металл. И такая тонкая броня не способна защитить от крупнокалиберного стрелкового оружия, да и вообще от осколочного действия многих боеприпасов в том числе. Вот, например, на этом трофейном российском БМП-3 видно, что борта имеют сквозные отверстия, то ли от пуль, то ли от осколков. Но факт остается фактом, броня с легкостью пробивается. И, кстати, вот на башне тоже видно пробитие. Так что эта БМП-3 на самом деле довольно хрупкая и не способна защитить экипаж и десант. А теперь важная деталь. Дно корпуса имеет толщину всего лишь 10 мм. То есть, это вообще ни о чем. Машину буквально разрывают на куски при подрыве на противотанковой мини. Что и доказала практика. Не раз российские военные теряли эти машины на минах. Ну и крыша корпуса машины имеет толщину в 15 мм. На разорванной БМП-3 как раз хорошо видно, какая она тонкая. Это уничтоженная БМП-3 российской армии на запорожском направлении. Да и вообще хорошо видно, какая эта БМП хрупкая в целом. Ее разорвало буквально на куски. То есть, война показала, что эта бронемашина имеет очень низкую защищенность и как следствие живучесть. Толщина крыши башни 18 мм. А сама башня тоже слабо бронированная. Всего 16 мм стали плюс воздушная прослойка в 70 мм и плюс 50 мм алюминиевая плита. То есть, башня имеет бронирование слабее, чем средняя часть оба корпуса. Вот одна из подбитых БМП-3 российской армии в Украине. На оторванной башне хорошо видно вот стальной лист, а далее за ним воздушная прослойка, после которой идет уже сама алюминиевая башня толщиной в 50 мм. То есть, установлена стальная разнесенная броня. На этом фото хорошо видно, какая тонкая броня у БМП-3 в целом и как она легко пробивается. Как видно, бока в основном по большей части прикрыты алюминиевым листом толщиной 43 мм. А значит, довольно легко пробивается. Как из крупнокалиберного стрелкового оружия, так и осколочным действием разорвавшихся рядом боеприпасов. И тем более, эта плита бесполезна при минном подрыве. Вместе с днищем толщиной в 10 мм, это означает, что у этой БМП фактически напрочь отсутствует противоминная защита. Про отсутствие серьезной брони свидетельствует и вес бронемашины в 18,7 тонны. Тем более, значительная часть этого веса приходится на пушку калибром 100 мм и боезапас к ней. То есть, на саму броню остается минимум массы. А теперь давайте сравним с защищенностью американской БМП Брэдли. Изначально масса самых первых версий бронемашины составляла 21-22 тонны. Но по мере ее модернизации, броня на ней постоянно увеличивалась. И масса последних версий стала достигать 33-34 тонны и более. Например, одна из версий, которые массово передали в Украину, весит 33 тонны. Это версия М2А2. Если в Украину поступят М2А3, то там еще более лучшее бронирование, но и масса машины больше. 34 тонны. Там уже, как показывает фото, установлены толстые блоки, которые защищают от кумулятивного управляемого вооружения и РПГ в том числе. Кроме того, двигатель в этой бронемашине находится спереди. То есть, моторно-трансмиссионное отделение с двигателем дополнительно прикрывают от лобовых атак экипаж и десант. Нужно сказать, что броня этой машины многослойная, разнесенная. Сам корпус изготовлен из плавов с высоким содержанием алюминия, что облегчает машину. Значит, корпус состоит из алюминиевой плиты, а далее стального экрана. Пространство между ними залито полиолитаном, то есть резиной. А далее сверху имеются разнесенные дополнительные стальные экраны, плюс в поздних версиях стала применяться и композитная броня с керамикой еще поверх стальных экранов. Так что, как видим, броня Брэдли это слоеный перех алюминия, стали и композитов, что и обеспечивает высокую защиту и выживаемость экипажа и десанта. Во фронтальной части машина уверенно держит обстрел из 30-ти миллиметровых пушек с расстояния в 300 метров. То есть, с близка. Ни одна российская БМП не способна выдержать подобный обстрел. Доказано на практике в войне. И хотя в России начали утверждать, что будто бы БМП-3 способна выдержать такой обстрел, и указали, что бронемашина выдерживает обстрел с 30-ти миллиметровой пушки с расстояния в 300 метров. Такие данные дают основания полагать, что такое сходство в указанной характеристике могло быть причиной только того, что российские военные и пропаганда просто-напросто начали подгонять цифры под американскую БМП и ее возможности. Тем более, что война подтвердила, что огонь 30-ти миллиметровых пушек в лоб пробивает все российские и советские БМП-3 с намного больших расстояний, чем 300 метров. Просто стреляют в лоб, одна очередь, сначала пробивается верхняя плита, а затем повторная очередь достает и до внутренней, пробивая ее. А в башню и верхний лист они вообще пробиваются проще всего, там с первой очереди происходит пробитие. Сблизка 30-ти миллиметровые пушки пробивают даже борта танков под довольно невыгодным углом, что доказано на практике в том же бою, известном, где украинский БТР-4 со своей 30-ти миллиметровой пушкой Уничтожил два российских БТР-82А в Мариуполе и танк Т-72Б-3 образца 2016 года. Его еще иногда называют Т-72Б-3М, потому что это самая новая модернизация танка Т-72 российская по состоянию на 2023 год. Вот скриншоты из видео. Нужно сказать, что видео снимал командир БТР-4 со своего монитора, то есть со своего места. А огонь вел наводчик, используя свой монитор и джойстик управления. Дело в том, что в украинском БТР-4 управление боевым модулем и стрельбой продублировано. И стрельбу может вести как наводчик, который находится в корме бронемашины за моторно-трансмиссионным отделением. Вот как выглядит его место. Так и командир, который находится спереди по правому борту и имеет вот такой же монитор для управления и джойстик. То есть управление в этих бронетранспортерах полностью автоматизировано и компьютеризовано. Поэтому это видеосъемка с места командира с его монитора. Подобная система управления вооружением и мониторы, к слову, напрочь полностью отсутствует в российских БТР-82А. Хотя украинские БТР начали производиться намного ранее. Теперь вернемся к видео боя. Это обнаруженный первый российский БТР-82А. На этом фото украинский БТР-4 открыл огонь по российскому БТР-82А. А на этом фото российский БТР-82А уже поражен. Пыль и дым. Далее воины украинского БТР-4 переехали на другую сторону от впереди стоящего строения. И увидели российский Т-72Б3 образца 2016 года. Это как раз самая новейшая российская модернизация советского Т-72 на то время. Техника стоит довольно под невыгодным углом. Это же не прямой угол. Но пробить под таким углом ее возможно. Кстати, видно, что танк прикрыт навесным пассивным бронированием и динамической защитой. Они ему не помогли. Экипаж наводится на цель. В борта танка в нижний участок. В район моторно-трансмиссионного отделения танка МТО. На следующем фото мы видим, что украинский БТР-4 открыл огонь по российскому танку. Ведет огонь он именно в правый борт танка в район моторно-трансмиссионного отделения. А на следующем фото хорошо видно, как танк начинает гореть. Сначала можно подумать, что это только навесная динамическая защита и вообще защита навесная загорелись. Но на следующем фото видно, что огонь усиливается. Танк начинает гореть сильнее и сильнее. А на следующем фото видно, как танк уже просто-напросто полыхает в огне полностью. То есть однозначно пробито моторно-трансмиссионное отделение танка и он горит и снаружи и изнутри. А следующее фото показывает, что танк настолько сильно загорелся, что он однозначно уничтожен. Тем более тушить в боевых условиях его вряд ли бы кто-то стал. То есть однозначно он подбит и уничтожен украинским БТР-4. После уничтожения этого танка, украинские военные в БТР-4 смещаются на другую сторону от строения спереди, где ими был ранее уничтожен российский БТР-82А. Именно за уничтоженным БТР, он на фото справа, украинские воины заметили второй такой же выехавший БТР. Его силуэт хорошо прослеживается на этом скриншоте из видео. Вот он. Это хорошо видно по силуэту боевого модуля. Такие модули на российском БТР имеются только на версии БТР-82А. Так что это однозначно такой же БТР-82А. Естественно, украинские военные открывают по нему огонь. Вот на этом фото как раз видно огонь из 30-мм пушки украинского БТР-4 по российскому БТР-82А. Ну а следующее фото хорошо иллюстрирует, что цель поражена. Произошло ее возгорание. Значит, она однозначно пробита и горит изнутри. Украинские военные уничтожили очередной российский БТР-82А в том бою. Это защитники Мариуполя. Они защищали город от вторжения российского агрессора-оккупанта. И в тех же боях за город Мариуполь экипаж БТР-4 заснял еще один бой, где было уничтожено три цели. Первая из них неизвестная. Но она очень хорошо вспыхнула и загорелась после очереди из его 30-мм пушки. Потом экипажем был обнаружен танк, который как минимум был подбит и загорелся. Вот БМП-4 ведет огонь по танку. А на этом фото видно, как танк вспыхнул и загорелся. Вот это воспламенение и видно через тепловизор. Вот тут. Вот. А на закуску в том бою была российская БМП-1, за которой прятались российские военные. Ее украинский БТР-4 также спалил после нескольких очередей огня из своей пушки. На фото видно, как украинский БТР-4 ведет огонь по российской БМП. А на следующем фото показана пауза между очередями огня. На российской БМП видны белые точки на броне сверху. Это так отображаются места попаданий 30-мм боеприпасов, которые через тепловизор засвечены белым цветом. Ведь там температура увеличена. На следующем фото БТР-4 сделал еще очередь из 30-мм пушки. И вот на этом фото видно, как российская БМП-1 вспыхнула и загорелась. Произошел взрыв в моторно-трансмиссионном отделении и его крышку взрывом откинуло вверх. Машина вспыхнула и загорелась. Так что пушки калибром 30-мм очень даже хорошо пробивают все существующие в российской армии БМП, БТР и БМД. Поэтому это еще раз доказывает тот факт, что российские военные и пропаганда просто-напросто подгоняют характеристики своих бронемашин под зарубежные образцы, указывая при этом ложные и порой сильно завышенные характеристики своей техники, которые российские бронемашины не в состоянии даже близко обеспечить. Пример все та же защита от пушек калибром 30-мм. Они указали, что российские бронемашины выдерживают фронтальный обстрел таких пушек, а на практике оказалось, что не выдерживают, даже близко. И пушки такого калибра очень легко поражают российскую технику, что и доказала российско-украинская война. Зачем они это делают? Все просто. Советская и российская техника и вооружение, ну просто катастрофически сильно уступают по своим боевым характеристикам и возможностям зарубежным натовским образцам техники и вооружений. Вот чтобы скрыть такое сильное техническое и военное отставание России от Запада, и завышается тактико-технические характеристики и возможности российской техники. То есть все это делается искусственно. То есть это делается в политических целях и в целях пропаганды. И вот развязанная российско-украинская война, где Российская Федерация сначала развязала гибридную войну с Украиной, а потом и осуществила полномасштабное вторжение, вскрыла все эти мифы, блеф и фейки о российском супероружии. Весь мир на примере этой войны увидел, насколько сильно Россия отстала в техническом и военном плане от развитых стран. Все поняли, что российская пропаганда – это один большой фейкомет. И разгром российской армии с ее аналоговнетами в Украине – этому яркое свидетельство. Нужно сказать, что стандарты НАТО обязывают всю современную бронетехнику НАТО иметь защиту в том числе и от кассетных боеприпасов, кассетных снарядов и кассетных ракет РСЗО. И Брэдли держит такой удар. Дополнительная защита защищает от осколков сверху, а на российской и советской БМП-3 такая защита напрочь отсутствует. Тонкий слой алюминия на крыше башни и корпуса не способны защитить от, например, вольфрамовых осколочных элементов кассетных боеприпасов. Это и боеприпасы Хаймарс и артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью. Они на подлете к цели взрываются над ней и огромное количество вольфрамовых и сверхтвердых элементов поражает и пробивает тонкую броню БМП-3. Видите, на фото броня там очень тонкая и мягкая, алюминиевая. Пробить ее не представляет никакой сложности. И заметьте одну интересную деталь. Это БМП-3, как показывает фото, практически целая по бортам, без видимых пробитий и сквозных отверстий. А вся крыша изрешечена сквозными отверстиями, причем видно, что они с легкостью проходили через этот алюминиевый слой, как через масло. То есть алюминий не может защитить от тугоплавких и быстро атакующих осколков и пуль. Свидетельством этого является очень интересный факт. Посмотрите. Алюминиевая крыша башни вся изрешечена в сквозных отверстиях, а стальной люк не имеет пробитий. Это говорит о том, что сталь выдержала осколки, а алюминий нет. По-видимому, эта БМП была поражена или боеприпасом РСЗО «Хаймарс» сверху, или артиллерийским снарядом с кассетной боевой частью. В обоих случаях боеприпасы подрываются высоко над целью и поражают ее сверху осколками из очень плотного и тугоплавкого материала. Если это так, то, естественно, осколки поразили боеукладку 100-мм снарядов этой БМП. Они сдетонировали и эту машину, естественно, разорвало просто в клочья. Что еще раз подтверждает, что боевые машины пехоты с снарядами крупного калибра, имея в виду БМП-1 и БМП-3, имеют самую низкую выживаемость. Все из-за детонации боеукладки этих крупнокалиберных снарядов. А самой живучей из советских БМП оказалась именно БМП-2 с пушкой калибром 30-мм. Снаряды там более меньшего калибра. 30-мм снаряды намного меньше, и они очень редко детонируют. При этом БМП-1 имеет двигатель спереди, а значит имеет лучшую защищенность во фронтальной части. Ведь и передняя броня прикрывает, и двигатель с моторно-трансмиссионным отделением в дополнение служит дополнительной защитой для экипажа и десанта. К тому же в БМП-1 корпус изготовлен из стали, а она, как показывают факты, лучше держит удар, чем алюминий. Аналогичная ситуация и с БМП-2. Там двигатель тоже находится спереди. Компоновка такая же, как и у БМП-1. Хотя в целом все эти БМП имеют очень слабую броню в сравнении с теми же БМП-стран НАТО. Практически во всех из них полностью отсутствует противоминная защита, и корпус просто-таки как картонный. Вот это фото ярко это показывает. Кстати, если на БМП-1, БМП-2 и БМП-3 какой-либо боеприпас прилетает сверху, что миномет, что артиллерия, что от РСЗО, то, как правило, это приводит к вот таким вот последствиям. Это уничтоженные БМП и БМД, которые наступали на Киев и были остановлены в пригороде, где была остановлена российская армия. Они попали под огонь украинской артиллерии. Как видим, после подобных попаданий от таких советских бронемашин мало что остается. Кроме этого, вот на этом фото хорошо видно воронку от снаряда рядом с разрывавшейся БМП-3. По-видимому, он упал рядом, осколки поразили борта БМП-3, а потом и саму боеукладку 100-мм снарядов. Как результат, ее детонация и бронемашину разнесло просто-напросто на куски. А некоторые неразорвавшиеся снаряды этой БМП-3 валяются рядом. Так что эти советские и российские БМП очень легко поражаются осколками артиллерии. Также вполне вероятно, что было и прямое попадание по этой БМП из артиллерии или РСЗО или миномета. Кстати, по отзывам украинских военных, не раз дававших видео в сети, они везде рассказывают, что после прилета артиллерии рядом с российскими БМП и БМД, осколки прошивают их фактически насквозь. Так что это еще раз подтверждает низкую живучесть и отсутствие защиты у советских и российских БМП. А теперь интересный случай. В начатом украинском контрнаступлении в одну БМП «Бредли» украинской армии сверху попал снаряд от РСЗО, по всей видимости от БМ-21 «Град», и машина выдержала удар. Экипаж остался цел. Машина уцелела, но была повреждена. Приборы наблюдения и прицельные комплексы, естественно, были повреждены. Вот ее и отправили на ремонт. Это она на ремонте. Так что «Бредли» превосходит в этом плане российскую, советскую БМП-3 просто-напросто на голову, если не на порядок. Чтобы понимать, насколько технически Запад больше заботился о своих военных, нужно уточнить вот такие вот детали. Защита человека – это то, что прежде всего придумали конструктора машины – БМП «Бредли». Корпус и башня М2 «Бредли» сварены из листов алюминиевого сплава, легированного марганцем, хромом, магнием и цинком. Впереди и по бортам применен сэндвич, так называемый. Это разработанный для XM723. Именно он обеспечивает достаточную защиту против снарядов малокалиберных пушек. Дно машины для защиты от мин усилено стальным листом. Дополнительную защиту корпуса в передней проекции обеспечивает откидной волноотбойный щит. Ходовую часть к опорным каткам прикрывают броневые экраны, нижняя часть которых для облегчения технического обслуживания отбрасывается на петлях вверх. Также нужно уточнить, что по бортам «Бредли» защищена намного лучше, чем российская БМП. Имеется защита от боеприпасов калибром 14,5 мм с расстояния в 300 метров. При этом это у базовых версий, то есть это бронирование самого корпуса машины. А на дальнейшей версии было добавлено дополнительное бронирование в виде листов стали и листов алюминиевых сплавов. Уровень броней должен был выдерживать попадания из RPG-7, для чего бронемашины в 1980-х годах начали запаковывать в дополнительную разнесенную броню. Так и появились БМП «Бредли» в модификации М2А2. Это как раз та модификация, которая в массовом порядке стала поступать в Украину. На фото хорошо видно ее защищенность. Что тут сказать? Это вам не какие-то там 43 мм алюминия по бортам, как в российской советской БМП-3. Тут бронирование уже довольно солидное. Хотя при этом и соответственно возросшая масса в 33 тонны. Также вот по этому фото видно, что боковые основные листы металла и днища очень толстые. Что обуславливает высокую противоминную стойкость. Вот на фото видно сидение в БМП «Бредли». Там сидения торсионные, то есть амортизирующие. И крепятся они к потолку или стенкам корпуса. Но не касаясь пола. В данном случае к стенкам. А вот на этом фото хорошо видно, как борта бронемашин прикрывают по несколько дополнительных листов металла. Стали и алюминиевых сплавов. И кстати в версии М2А2 бронирование машины было сильно усовершенствовано. Теперь она защищалась стальной алюминиевой плитой и кевларом. А на лоб башни и корпуса при помощи болтов установили вот такие вот дополнительные стальные экраны толщиной 30-32 мм. Также на БМП стали устанавливаться ячейки с динамической защитой. В общем защищенность этой БМП очень сильно возросла. Эквивалент лобовой брони стал соответствовать 130 мм гомогенной стали. И выдерживать обстрел с пушек калибром 30 мм с расстояния в 100 метров. То есть как видим эти БМП стали представлять собой настоящий мини танк. При этом на этом фото видно, что БМП имеет двойное дно и кормовая аппарель и стенки тоже очень толстые. Так что эти БМП очень хорошо защищены и имеют высокую противоминную стойкость. Не раз украинские военные в ходе контрнаступления подрывались на них на минах и эти БМП защищали экипаж от ранений. О чем вы узнаете дальше из интервью украинских воинов, которые расскажут про защищенность этой БМП. Также сами БМП после подрыва на противотанковых минах ТМ-62 остаются целы. У них заменяют катки и натягивают гусеницу и все, машина готова к бою. Что выгодно отличает эти бронемашины от российских советских БМП-3, которых такая мина порой разносит в клочья в прямом смысле этого слова. Аналогичная ситуация происходит и с российскими советскими БМП-2 и БМП-1, которыми оснащена российская армия. Они при минном подрыве также часто разлетаются на куски, а все потому что в них очень низкая защищенность, потому что они используют минимум брони, а противоминная защита вообще отсутствует. В общем, все аналогично как и с БМП-3. Вот это и называется, где создавали технику для людей, а где для... ну вы сами можете закончить для кого. Следующей БМП, которую Украина стала получать в помощь массово, стала немецкая БМП Марбер. Это фактически один и тот же класс БМП, что и Брэдли. Машина была разработана давно, в 1960-х. Выпускалась с 1960-го по 1975-й год. Тогда это была еще не та машина, что сейчас. С 1989-го по 1998-й год машины были модернизированы до версии Marder R3. Целевое назначение программы модернизации – это повышение уровня защищенности экипажа и десанта с обеспечением непоражаемости БМП в переднем секторе обстрела от бронебойных подкалиберных снарядов с отделением типа APDC 30-мм пушки 2А42. Основного вооружения советской БМП-2. Модернизация БМП включала доработку корпуса и башни с установкой дополнительной пассивной защиты общей массой в 1600 кг. При этом общая масса машины увеличилась на 5,5 тонн. В частности, листов экранов толщиной от 8 до 15 мм из стали высокой твердости, установленных на резиновых опорах-амортизаторах с образованием разнесенных преград. Конформных навесных броненакладок по всему периметру башни, продольных коробчатых бронеконструкций, трапециевидного сечения по обеим сторонам корпуса и дополнительной бронекрыши для защиты от боевых элементов кассетных боеприпасов. Выполнена перекомпоновка десантного отделения и башни. Боевая масса машины увеличена до 35 тонн. Машина оснащена пушкой калибром 20 мм противотанковым ракетным комплексом «Милан». Имеется пулемет калибром 7,62 мм. Есть возможность установки автоматического гранатомета. Имеются тепловизоры. По бронированию сам корпус состоит из сварных листов стали различной твердости и вязкости. Во фронтальной части размещен лист стали толщиной 20 мм под углом 75 градусов. Он выдерживает в упор, подчеркиваю, в упор, выстрел из танкового орудия снарядом ДМ-43. То есть натовского снаряда калибром 120 мм. Представить только, что за счет сильного наклона брони БМП выдерживает попадание танкового бронебойно-опередного подкалиберного снаряда. Тем более в то время, в 1960-70-х, это реально небывалая защищенность как для БМП. Броня обеспечивает рикошет метательных боеприпасов. А под броней находится моторно-трансмиссионное отделение и двигатель. Так что если даже пробить броню, то экипаж и десант защищены моторным отсеком. Поэтому эта боевая машина пехоты способна защитить от танковых боеприпасов. Фактически это уже тяжелая боевая машина пехоты. Также на этом фото хорошо видно, что крышка моторного отделения очень толстая и имеет разнесенную броню. То есть как минимум два листа стали, между которыми имеется воздушная прослойка. И все это под очень большим углом наклона брони. Кстати, американская БМП Брэдли создавалась с учетом защищенности немецкой БМП Мардер. Американцы хотели сделать свою БМП не уступающую немецкой. Так что БМП Мардер в то время задавала тон в бронетехнике всему миру. Она была одной из лучших, если не самой лучшей в свое время. Также лоб корпуса выдерживал попадание 30-ти миллиметровых боеприпасов с дальности в 400 метров и 25-ти миллиметровых с дальности в 200 метров. Борта корпуса выдерживали попадание пуль калибром 14,5 миллиметров. То есть это была одна из самых защищенных БМП в то время. А возможно и самой. Но это была базовая версия. Потом ее еще значительно усилили в следующих модернизациях. Нужно сказать, что всего этих БМП было выпущено более 2000 штук. И практически все они были модернизированы до версии А3. Если точнее, контракт был на 2100 штук. Также двигатель этой БМП находится спереди. Поэтому он дополнительно прикрывает экипаж и десант. В 2003-2004 годах была разработана новая модификация Мардер 1А5. Она включала усиление бронирования, в том числе и усиление противоминной защиты. Но все машины не были модернизированы до этой версии. Потому что в Германии начали разработку новой БМП «Пума». И дальнейший переход был именно на нее. По плану. Поэтому Украина получает в основном БМП Мардер 1А3. А вот это БМП внутри. Как видим, сидения торсионные крепятся к внутренней стенке и не имеют контакта с полом. Что увеличивает выживаемость экипажа. Это БМП также имеет высокую противоминную стойкость. Одну из лучших в мире среди БМП. Так что и в этом плане российская БМП-3 сильно уступает немецкой. А значит оснащение украинской армии такими бронемашинами поднимает возможности ВСУ над российской армией. В качественном плане имеется в виду. Также в 2015 году на вооружение немецкой армии начали поступать новейшие БМП «Пума». Появление этих БМП в Украине, хоть и в незначительном количестве, также возможно. Например, в количестве нескольких десятков штук, как минимум. Это БМП выдерживает во фронтальной части попадание боеприпасов калибром 45 мм и 30 мм снарядов по бортам. То есть это уже новое поколение боевых машин пехоты. Естественно имеются и тепловизоры. И естественно система управления огнем оцифрована. Имеется пушка калибром 30 мм, пулемет 5,56 мм, противотанковые управляемые ракеты «Спайк». Имеется возможность установки автоматического гранатомета. Противоминная защита усилена. Броня комбинированная, в том числе и разнесенная. Включающая динамическую защиту. БМП может включать установку вот такой вот дополнительной брони. Так что если такая БМП поступит на вооружение украинской армии, это крайне сильно усилит ее возможности, по крайней мере тех частей, которые будут вооружены ею. Следующей БМП, которую Украина получила от союзников, стала БМП FV-510 Warrior, поставленная Великобританией. Производилась со второй половины 80-х годов по середину 1990-х. Относительно новое БМП. Было выпущено более тысячи штук, поэтому в значительных количествах может поступить и на вооружение украинской армии. Корпус состоит из катанной брони из алюминиевого сплава. Также имеется стальная навесная дополнительная защита. Бронезащита обеспечивает защиту во фронтальной части от подкалибров калибром 25 мм и пуль калибром 14,5 мм по бортам. Имеет высокую противоминную стойкость, так что уже по одной только защите превосходит все российские БМП, в том числе и БМП-3. Также бронемашина оснащена пушкой калибром 30 мм и пулеметом 7,62 мм. Есть возможность установки автоматического гранатомета. Естественно она имеет тепловизоры. Эти бронемашины имеют целое семейство модификаций, но при этом Великобритания планирует заменить их на боевую бронированную машину «Боксер». А значит значительная часть этих бронемашин могут быть поставлены для Украины в рамках военной помощи против российского агрессора-оккупанта. Также машина может быть усилена вот такими вот пакетами бронирования, что делает ее одной из самых защищенных в мире. Еще одной БМП, которая в массовом количестве стала поступать на вооружение украинской армии, стала шведская CV-90. Это довольно мощная БМП. Принято на вооружение шведской армии в 1993 году. С тех пор постоянно усовершенствовалась и имеется на вооружении ряда стран. Всего было изготовлено около 1200 штук. Последние версии машины достигают веса в 35 тонн. Масса только дополнительной пассивной защиты составляет 6 тонн. По этому фото видно, что пакет брони очень мощный. Имеется стальная катанная броня, разнесенная броня и дополнительные навесные модули брони. Машина может дополнительно оснащаться композитной броней и динамической защитой. Толщина стальных листов в сумме достигает 45 мм. И все это под довольно большим углом наклона брони. В фронтальной части имеется в виду. По бортам броня не меньше, однако находится под прямым углом. При этом у российской БМП-3 борта имеют всего 45 мм алюминия. То есть 45 мм стали в западной БМП против 45 мм алюминия в российской советской. Нужно сказать, что 10 мм высококачественной стали защищают от пробития намного лучше, чем 45 мм мягкого алюминия. И 10 мм лист стали при этом будет весить меньше, чем 45 мм лист алюминия. Так что 45 мм стали CV90 это во многие разы лучшая защищенность, чем 45 мм мягкого алюминия в БМП-3. Почему в СССР не взяли и не сделали БМП-3 из стали? Все просто. Сталь очень пластичная. Поэтому 10 мм стальной лист будет очень гибким. Поэтому не сможет обеспечить необходимую жесткость и прочность конструкции всей машины, всего корпуса. А 45 мм алюминия проще пробить. Но при этом такая алюминиевая плита имеет высокую жесткость и прочность. И корпус из нее ни жидкий, ни гнется. Даже стальной лист толщиной в 20 мм не даст такой прочности и по жесткости конструкции, как даст толстая плита из алюминия, которая будет весить уже намного меньше, чем в два раза тоньше лист стали. Вот поэтому, чтобы БМП-3 имела прочный корпус, ее сделали из алюминия. В итоге она легко пробивается. А страны НАТО начали делать свои БМП из алюминия и обвешивать толстым слоем стали. Так обеспечивается и прочность конструкции, и ее защищенность от пробития. Также ряд стран начали делать БМП из только стальных плит, которые также обеспечивают высокую прочность и защищенность. И БМП CV-90 этому яркий пример. Правда, весят такие БМП почти как танк. Взять, например, Т-72А. Он весит 41 тонну. При этом большой вес имеет пушка калибром 125 мм. Ее вес порядка 2,5 тонн. Плюс имеется башня с толстой броней. Убрать эту разницу в весе и получаем те же 35 тонн. То есть, если на Т-72А установить башню от БМП, то вес будет как раз где-то в районе 35 тонн. То есть, по массе западные БМП достигают массы танков. Корпуса имеется ввиду. Например, по массе западные БМП весят 35 тонн. А основные боевые танки, уже более современные, с навесной защитой, весят уже 45 тонн. И при этом имеют крупную тяжелую башню с довольно тяжелой пушкой. То есть, бронирование западных БМП очень мощное и тяжелое. И CV-90 этому яркий пример. То есть, это уже фактически мини-танк. Именно поэтому, когда западные БМП наезжают на противотанковые мины, то им разносит ходовую, а сам корпус и военные внутри остаются целы. Происходит ремонт техники, восстановление ходовой части, и бронемашина готова к дальнейшему использованию. А советская или российская БМП при подобном подрыве на мине разлетается на куски. Потому что у западных боевых машин пехоты есть броня. А в российских советских БМП броня отсутствует. Практически на всех фото и видео этой БМП CV-90 хорошо видны толстые листы стали, которыми и прикрыта эта бронемашина. Эта БМП одна из самых защищенных в мире. Естественно, имея такую толстую броню, бронемашина имеет очень высокую противоминную стойкость. Имеется защита также от кассетных боеприпасов сверху. Вместе с этим машина вооружена пушкой калибром 40 мм и пулеметом калибром 7,62 мм. Есть возможность установки автоматического гранатомета. Имеются современные прицельные комплексы и тепловизоры. Системы управления огнем полностью автоматизированы. Компьютеризация и программное обеспечение дают возможность эффективно работать как по наземным, так и по воздушным целям. Для защиты имеется комплекс активной защиты, комплекс оптико-электронного противодействия и постановки помех. CV-90 имеет целое семейство бронемашин. Это и бронированная ремонтно-эвакуационная машина, командно-штабные, разведывательные. Есть модификации с очень различным вооружением, включая установку миномета, противотанкового ракетного комплекса, зенитного ракетного комплекса и даже модификации с пушкой калибром 120 мм. То есть танковой пушкой основного натовского стандарта. Поскольку эта БМП имеется на вооружении ряда стран-союзников Украины, то она в значительных количествах может быть поставлена в украинскую армию. Речь может идти не на десятки, а на сотни таких бронемашин в различных модификациях. Так что, как видим, она напрочь по всем боевым возможностям превосходит российские и советские БМП. И особенно советскую БМП-3 с алюминиевым корпусом. Там разница просто огромная. По защите. Их даже сравнивать нельзя. Советский Союз всегда сильно отставал технически от западных стран, особенно в военной сфере. НАТО сделало ставку на качество, поэтому бронемашины тяжелые, используют много металла и имеют толстую броню. Они хорошо защищают экипаж и десант. Советские бронемашины строились из расчета экономии металла. Причем так было в целом по бронетехнике. И не только. Строили более простые бронемашины, но в как можно больших количествах. Экономика и промышленность СССР не могли обеспечить военных необходимым количеством металла. И технически СССР сильно отставал от запада. Поэтому в СССР решили сделать ставку не на качество, а на количество. И как результат, бронемашины стали использовать минимум металла. Имеют крайне слабую броню и как следствие низкую защищенность. Они не способны защитить экипаж и десант. Россия продолжила идти по стопам СССР. И продолжила производить советские легкие бронемашины с минимальной броней и минимальными затратами металла для их производства. Поэтому БМП стран НАТО фактически в разы превосходят по боевым возможностям все российские и советские бронемашины такого же класса. При этом БМП-3 это не единственное советское БМП в российской армии. Просто это самое новейшее и самое защищенное БМП на вооружении российской армии. Поэтому в пример автор брал именно ее, чтобы показать насколько сильно самая новейшая БМП в российской армии уступает зарубежным бронемашинам, которые находятся на вооружении украинской армии и которыми украинская армия оснащается все больше и больше. То есть насколько сильно российская армия стала уступать в качественном плане по вооруженности украинской армии. При этом доля зарубежных бронемашин в украинской армии будет только расти. Ведь западные союзники передают Украине все больше таких бронемашин. А российский военно-промышленный комплекс оказался не способным создать новую современную БМП и тем более обеспечить ею армию в нужном количестве. Что говорить, если российские заводы не способны обеспечить даже советскими БМП. Поэтому военные Российской Федерации снимают с хранения более древние образцы, ремонтируют и отправляют их на фронт. То есть война способствовала демилитаризации Российской Федерации и переходу российской армии на более ранние БМП-2 и БМП-1. А значит российская армия еще более сильно начинает отставать от украинской армии в технической оснащенности, как следствие в боеспособности. Ну и друзья, как и обещал в начале, давайте узнаем отзывы украинских военных по поводу использования БМП Брэдли и советской техники в Украине. Нужно сказать, что не раз на войне случались ситуации, когда вооруженные силы Украины наносили артиллерийские удары по российскому агрессору-оккупанту, в составе наступательных сил которого была различная бронетехника. И как оказалось, она не могла защитить экипаж и десант даже от осколков, если боеприпасы попадали где-то неподалеку от техники. Очень схожая ситуация на России и с БМП, где фугас, разорванный неподалеку от нее, полностью делает из ее корпуса сито, со всеми вытекающими для экипажей десанта в ней. А БМП Брэдли, к примеру, в украинской армии, уверенно держат удар от подобных боеприпасов и сохраняют военных внутри. Также эти БМП не раз подрывались на минах в начатом украинском контрнаступлении 2023 года, и везде экипаж оставался в сохранности. Максимум, что было при подрыве, это контузия легкой степени. И то не всегда. Вот, к примеру, видео военных из 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Это именно та бригада, которая в контрнаступлении попала на минные поля и временно потеряла там несколько БМП Брэдли и танк Леопард 2А6. Они подорвались на минах, ходовые катки были разрушены. Но весь экипаж уцелел, продолжил выполнение боевой задачи, пересев на новые БМП и танки. А подорванные машины были эвакуированы и отремонтированы. Детальный ролик про это, начатое украинское контрнаступление и первые потери бронетехники там есть на моем канале. Также есть и анализ боев, почему так произошло. Есть и видео, где показано, как эта бронетехника потом была восстановлена и снова поставлена в строй. Ссылочки есть в описании видео. Давайте теперь посмотрим, что говорят сами военные с фронта, из этой 72-й механизированной бригады, про западную технику и сравним ее с советской и российской. Это защитная плита. Вот они эти следы от кумулятивного прилета. Осколки. Разбив отрывки. Так, стекло на Айбасе, ну, на оператору. Техника иноземная очень помогает, потому что в ней бронет очень мощная. Особовый склад и с экипажем, когда подбивают нашу технику, дякать Богу, сохраняется. Техника иноземная бригады. Да, вот что вам было. Вот. Вот. кумулятивного снаряда в башту, было повреждено прицельный пристрой и разбитый тримплекса, и только механик водитель потребовал контузию. Все другие члены экипажа и десанты были сильными. Так же, у нас было уже безвязь разов, когда Бредлі подрывалась на противотанковых минах. Максимально, что троплялось с машиной, это просто разрыв гусянки, подбиток и повреждения катка. Экипаж и десант при этом целый десантуются и продолжают выполнение задания. Максимально, что троплялось поранение при подрыве на мине, это, конечно, контузия. Даже не средняя часть. Если сравнивать с радянскими изразками оружия, такими как БМП и БТР, это совсем разные классы по защитству. Если бы мы действовали в данном театре боевых действий на БМП, я с уверенностью могу вам сказать, что бригады уже бы не было. она подорвалась, ее витягнули, провели ремонт, через 3-4 дня она готова выполнить далее заведение. Особовый склад после подрыва продолжает выполнить заведение на тот же время, она не остановится. Она не остановится. проведение минерозгороджения, и оно просто сковывает действие машин. Машины сейчас в большинстве действуют как прикрытие, на великое тяжелое, на максимально возможное выяснение, так, чтобы это не можно было уразить против танковыми засобами, и безопасное доставление особого склада. Как видим, советская и российская техника не выдерживает никакой критики. Это металлолом по сравнению с передовой западной. Западная техника, если не на порядок, то как минимум на голову оказалась более превосходящей всю российскую и советскую. Как следствие и возможности армий, вооруженных такой техникой, сильно отличаются. Украинская армия уже намного превосходит российскую в этом плане, в плане качества. А значит, как показывают факты, итоги российско-украинской войны предельно ясны. Украина победит, а враг будет повержен. На этом наш видеообзор подходит к концу, а в следующем вас ждет сравнение оснащения украинской и российской армии по бронетранспортерам, где мы детально разберем, чем оснащены армии и рассмотрим эти БТР в сравнении. Следующая часть видеообзора будет предложена вам в конечных заставках по окончании данного видео. Ссылочка имеется также в описании. Отдельная благодарность автора всем, кто помогает каналу. Ваша помощь очень важна. Ставьте лайк, распространяйте видео в соцсетях. Пишите комментарии и ожидайте новое интересное и увлекательное видео. До скорой встречи с новыми интересными видео. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok